Книга Судей, глава одиннадцатая Сын другой женщины И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов И сказали Иефаю, приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами Иефай сказал старейшинам галаадским Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Старейшины галаадские сказали Иефаю Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами И был у нас начальником всех жителей галаадских И сказал Иефай старейшинам галаадским Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами И Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины галаадские сказали Иефаю Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему И пошел Иефай со старейшинами галаадскими И народ поставил его над собой начальником и вождем И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в массифе И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Царь Аммонитский сказал послам Иефая Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана Итак, возвратите мне ее с миром Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему Так говорит Иефай Израиль не взял земли моавитской и земли Аммонитской Ибо когда шли из Египта Израиль пошел в пустыню к Черному морю И пришел в Кадес Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать Позволь мне пройти землей твоею Но царь Едомский не послушал И к царю Моавитскому он посылал Но и тот не согласился Посему Израиль оставался в Кадесе И пошел пустынею И миновал землю Едомскую и землю Моавитскую И пришедший к восточному пределу земли Моавитской Расположился станом за Арноном Но не входил в пределы Моавитские Ибо Арнон есть предел Моава И послал Израиль послов к Сигону Царю Амморейскому Царю Есивонскому И сказал ему Израиль Позволь нам пройти землей твоею свое место Но Сигон не согласился пропустить Израиля Через пределы свои И собрал Сигон весь народ свой И расположился станом в Иааце И сразился с Израилем И предал Господь Бог Израилю в Сигона И весь народ его в руки Израилю И он побил их И получил Израиль в наследие Всю землю Амморея Жившего в земле той И получили они в наследие Все пределы Амморея От Арнона до Иавока И от пустыни до Иордана Итак, Господь Бог Израилев Изгнал Амморея от лица народа своего Израиля А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал наму наследие Господь Бог наш Разве ты лучи Валака, сына Сепфорова, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ним? Израиль уже живет триста лет в Исивоне И в зависящих от него городах В Арноне и зависящих от него городах И во всех городах, которые близ Арнона Для чего вы в то время не отнимали их? А я невиновен пред тобою И ты делаешь мне зло, выступив против меня войною Господь судья да будет ныне Судьею между сынами Израиля и между аммонитянами Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая С которыми он посылал к нему И был на Иефае дух Господень И прошел он Галаат и Монасию И прошел массиву Галаатскую И из массивы Галаатской пошел к аммонитянам И дал Иефай обет Господу и сказал Если ты предашь аммонитян в руки мои То по возвращении моем с миром от аммонитян Что выйдет из ворот дома моего Навстречу мне будет Господу И вознесу ему на всесожжение И пришел Иефай к аммонитянам Сразиться с ними И предал их Господь в руки его И поразил их поражением весьма великим От Ариора до Минифа И смирились аммонитяне пред сынами израилевыми И пришел Иефай в массиву в дом свой И вот дочь его выходит навстречу ему Стимпанами и ликами Она была у него только одна И не было у него еще ни сына, ни дочери Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал Ах, дочь моя, ты сразила меня И ты в числе нарушителей покоя моего Я отверз о тебе уста мои пред Господом И не могу отречься Она сказала ему Отец мой Ты отверз уста твои пред Господом И делай со мною то, что произнесли уста твои Когда Господь совершил через тебя отмщение Врагам твоим аммонитянам И сказала отцу своему Сделай мне только вот что Отпусти меня на два месяца Я пойду, взойду на горы И оплачу девство мое с подругами моими Он сказал Пойди И отпустил ее на два месяца Она пошла с подругами своими И оплакивала девство свое в горах По прошествии двух месяцев Она возвратилась к отцу своему И он совершил над нею обет свой, который дал И она не познала мужа И вошло в обычай у Израиля Что ежегодно дочери Израилевы ходят Что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать Дочь Иефая Галаадитянина четыре дня в году Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok